друзья это фио к 17 да да именно он наверное самый насвистевший свисток со времен еще айбаса дисси 0 3 только по нему помнится такой хайп какой сейчас стоит по поводу к 17 даже к 3 не вокруг себя не набрал столько шумихи вокруг себя не столько шороху не навел сколько герой на сегодняшнего видео огромная благодарность сергею гоматься это он заслал этот аппаратик для того чтобы я послушал и мог поделиться с вами впечатлениями также огромнейшее спасибо вот этим вот людям которые спонсоры канала которые донатят на пересылку вот потому что допустим вот этот аппарат туда-обратно чтобы съездил это около 200 гривен чтобы я записал послушал его понятное дело ознакомился и записал этот ролик поэтому я очень сильно благодарю тех людей которые поддерживают меня мой контент мой канал вот спасибо большое друзья и вам огромнейшее спасибо респект и уважуха вам за то что вы со мной за ваши лайки подписки и комментарии сегодня мы будем ну прям вот о серьезном о серьезнейшем аппарате разговаривать знаете прошел такой слушок что он даже может плане звука я сейчас не беру ничего другого в плане звука в десктопном режиме в десктопном режиме а разорвать фио м15 с будем разбираться у меня он как раз на руках и мы как раз сможем это сравнить и выяснить единственное что так скажу для затравки действительно аппарат хорош действительно аппарат хорош и понятное дело что он хорош именно в плане настольного режима если для него будут разработаны специальные батареи вот фио просят даже нарисовали пару-тройку как концептов как это должно выглядеть но я думаю что фио неплохо заработает если выпустит к ним маленький powerbank скажем так но по крайней мере у басеуса я видел они чуть больше где-то вот такие но тоже с прямым таким вот штекером чтобы вставлялись но можно использовать их будет вот в режиме свистка ну я такое устройство не сильно понимаю я сейчас не за звук я во первых за само удобства за то что мы имеем на выходе с выжиранием и убиванием батареи ладно давайте всему свое время давайте поглядим на комплект поставки данного устройства я расскажу вам его технические характеристики покажу его вблизи а потом уже будем рассуждать о звуке да да и в самом конце я сравню спирс фио м15 с все понеслась аудио душа по меломанским кочкам это друзья вот такая симпатичная на вид простая не сильно большая но как для свистка достаточно таки габаритная коробочка вот у данного устройства у фио к 17 сзади на коробочке мы узнаем что это товар фио он сертифицированный можно это проверить вот стерев вот эту вот поверхность и пробив на сайте у пиво подлинность товара также что товар прошел харес сертификацию есть настольный десктопный режим полное развертывание mqa и усилитель tcx и 78 плюс если что 78 использовался в м11 про и в м11 плюс для водка 17 блог это плюс версия разработана не знаю а в чем отличие вот если кто знает милости прошу в комментариях к этому видео будет достаточно любопытно ладно давайте будем распаковывать смотрите вот так вот симпатично все это дело выглядит открывается и сразу мы видим что видим чехол чехол в комплекте большой плюс многие отдельно потом это все дело продают и как бы очень хорошо берут за чехол здесь и симпатичный и от царапин спасет но вполне себе нужная вещь чехол я считаю в комплекте к этому царту давайте я достану самцап взглянем на него кстати полную технические характеристики полные перечень всего там вот как все это расписано я прям распинаться не буду я оставлю ссылку на rnr а вот там очень хорошо все это дело расписано я скажу основные вещи есть кнопки для управления вот он как бы доступный режим можно его включить выключить и пользоваться им кнопка это для управления по меню экрана и есть также кнопки громкости кстати отдельные ну то есть от аппаратной громкости вашего телефона которого у него своя громкость то что у вас есть телефоне будет на вашем этом самом транспорте вот здесь есть еще и своя громкость плюс к этому всему вот смотрите отдельный вход для питания и отдельный от для вывода для цифры да и вот тут друзья сейчас такой будет момент скользкий прискользкий смотрите комплект поставки довольно таки простой переходничок для вашего пк или ноутбука и вот такой вот кабель и вот это вот скользкий момент я его сменил на буквально сразу я попробовал я его сменил на шерндинг l3 для скептиков и предубежденных людей ну то есть тех кто не пробовал и уверен что влияние на звук быть не может потому что здесь нули единицы а вот он просто красивее для тех кто в теме и понимаешь что разница в звучании она есть еще владелец сергей сразу мне сказал когда высылал горит родной надо сменить ну то есть он с ним звук очень очень хуже чем с каким-нибудь другим получше я говорю да 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 есть конечно на что сменить вот и разница чувствуется очень очень хорошо если вы еще не пробовали попробуйте пожалуйста сами если вы это не верите я не буду вас переубеждать это лично мое мнение и мнение кстати многих других людей но она лично и в любом случае она личная так давайте продолжим вытащим вот эту поролонку она меня смущает и оденем в чехол вы еще раз давайте взглянем на него вот и оденем в чехол он очень прикольно очень уматно и без чехла конечно смотрится и в чехле в том числе вот и с макулатуркой не хочет конвертик выходить а мне надо быть предельно осторожным вещь не моя конвертик тоже зима так здесь у нас вот такая вот брошюрка от фио и вот такой вот юзер гайд мануал если кому захочется почитать здесь есть есть что почитать правда на разных языках по несколько раз но все же и заглушки тоже немаловажно можно заглушить чтобы мусор не попадал когда используешь во время свистка во время того как используешь его в роли свистка можно заглушить как бы одно можно заглушить сразу два отверстия если вам зачем-то это будет надо при перевозке и еще при при каких-нибудь там других обстоятельствах ладно мы тут не придумываем сценарии мы обсуждаем данное устройство так по техническим характеристикам по поводу усиления я уже подметил да сказал что еще хочется сказать здесь у нас 16 ядерный процессор x-mos x у 316 это вот ну отмечено что это аудиопильского уровня процессор также 10 уровневый высокоточный эквалайзер как раз вот как бы этим чипом и реализованный вот какой-то алгоритм интерфейс и и кью вот тоже где-то собственная разработка от фио ну и самое главное то что здесь два флагманских чипа на данный момент от sabre и с 9069 кьюм и по мощности очень интересно получается картинка друзья по мощности в роли свистка когда будет выступать данный аппарат 300 милливатт на канал должно быть с выхода 4 и 4 с пентакона и 140 с обычного несимметричного три с половиной когда мы это устройство начинаем использовать как настольное при десктопном режиме должно быть 650 плюс 4 4 и 270 но очень часто где пишется что 650 плюс 650 и то есть как бы по идее тогда получается что у нас должно быть 1 и 3 вата на канал если в настольном режиме честно говоря ну померять у меня возможности нету нечем мне померять и обязательно напишите что вы считаете по этому поводу везде я не считал технических характеристиках указано вот цитирую в результате выходная мощность достигает 270 милливатт плюс 270 милливатт для однополярного выхода и 650 милливатт плюс 650 милливатт для сбалансированного вывода это вот максимальная с настольного режима вот но я скажу что по мощности с настольного режима он не уступает и он м15 с моему а там а 1 и 2 вата на канал в настольном опять-таки в настольном десктопном режиме так еще раз говорю что ссылку на него по-любому оставлю на эру там если что есть что почитать заходите ознакомливайтесь я по технической части как бы все шапошно ну а она ознакомил вас и оставлю наверное на алике еще ссылку на может быть на пиво официальная может быть на газ магазин где он будет подешевле его официальная цена без скидок и распродаж 150 на алике это около 6000 гривен там зависит от курса уже да сами понимаете в эре он 8000 в портативе он там на капельку дешевле если что заходите там тоже можете посмотреть мне просто в эре описание больше понравилось и и дружуя с магазина мэра если что хожу у них что-то послушать пообщаться поэтому бы ссылку грех на них будет как говорится не оставить все по техническим прошлись закончили и хочу представить вам героев понятно будет сравнение но об этом позже героев прослушивания то есть или ты тестирование использовал от селест это дочерка кинеры кто еще не знает вот феникс колл хорошие светлые наушники которые могут подчеркнуть все вот изменения в звуке хорошо передают нюансы использовал также планары позже такие очень светлые это трибриды если что то есть даже не гибриды трибриды использовал планары p1 плюс от тин хай фай это изодинамическая моделька тоже светлая практически с ровная чуха а чеха и еще называют вот и очень тоже хорошо для мониторинга для выслушивания ну и взял для разнообразия light гармоник мира чисто динамическая веселая прекрасная модель для жизни и отдыха скажем так и с ней тоже выслушивал сравнивал именно в сравнениях участвовали эти наушники ну давайте теперь поподробнее о звуке и так друзья начну я сразу с того что аппарат мне понравился и звук там есть и все как бы классный вот эти вот ноу-хау новый вот идет вене современный когда вот такую вот аппаратик может переиграть нормальных размеров карточку нормальных размеров цап вот ну и выдать очень очень такой знаете приличный не то слово очень хороший звук в настольном режиме в декстопном это это действительно да это мне понравилось это меня зацепило но первые мои впечатления от него были не столь однозначный или вообще не однозначный понятно спасибо сергею предупредил что нужно и кабель комплектный заменить и это сразу бросается ну не в глаза в ухо вот что разница есть я предыдущем блоке говорил не будем застрять на этом внимание если вы в это не верите значит нету те люди которые знают уже перепробовали разные кабели вот им и рассказывать не надо они понимают что она есть здесь очень такой печального вида вы увидели только что кабель я помню 11 что-то подобное было да не такой потому что в 11 он питание через себя не пропускал у него еще была задача как бы не чтобы не не поджирал этот самый самый аппарат со смартфона этот же как бы и питание пропускает и цифровой сигнал вот но делает он это не лучшим образом к сожалению все эту тему в сторону то есть но я включаю начинаю слушать и я не понимаю вот не понимаю за что его хвалили просхвалили учет он такой классный я в роли свистка подрубил и кстати я снес с телефона по просьбе сергея все певские приложухи чтобы он не обновился на новую прошивку сразу хочу предупредить что есть такое мнение он же греется и лагает при этом здесь есть защита от нагревания он там должен отключаться ну я ни разу его не не догонял до такой степени чтобы он раскалился и сам выключился тут есть несколько степеней даже вот защиты его писали об этом от перегрева вот чтобы не спалить ничего не замкнуло ничего не аппарат ни наушникам не навредить вот но я вижу я до такого не доводил так вот люди жаловались на то что он греется и начинает лагать и его решила это дело поправить убрать вот этот вот нагрев как-то новую прошивку они сделали и говорят что звук там тоже меняется и не в лучшую сторону и плюс к тому что грубо говоря фил выстрелила себе в ногу сделал этот аппарат в настольном режиме очень очень близко к пиво m15s об этом будем позже я вот местами на разных наушниках я не понимал даже где мне что больше нравится но если чуть позже об этом подробнее сейчас как сравнениями будем завершать завершать мы будем конечно же желтиком нашим техническим экспертом вот сравнение туда ближе к концу будут так вот прошел такой слушок что фио будет сделала ну то есть делать проще звук на данном аппарате чтобы уже он получил свой хайп уже он получил свою рекламу уже у него куча поклонников уже у него куча отзывов и вот они прошивочкой чуть этот момент хотят подрезать чтобы ну вот так сильно хорошо он не играл чтобы был смысл покупать устройство более дороже а дороже вот так вот слушаю его в роли свистка удалив все фиовские с хайби мюзик его с телефона слушал как раз там обновление новое пришло получше получше оживился вот думаю послушаю вот специально на хайби мюзик и во первых он у меня сначала не цеплялся к доступу к железу я не знаю почему первый день я его не мог зацепить на второй день зацепился без без вопросов с прямым доступом к железу хорошо замечательно звук нормальный для свистка вполне себе нормальный звук где-то на уровне к третьего примерно может лучше может хуже не могу точно сказать потому что не было вот к третьего в лоб сравнить вот по памяти вот что-то вот примерно туба но у меня же есть q3 я достал и начал сравнивать с q3 и q3 играет лучше в этом сценарий использования то есть если вот просто вот в роли свистка в роли цапа вот я понимаю что мне в q3 больше воздуха он светлее как-то атмосфер ней как-то вот знаете более 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 приятным и есть вот такие вот больше внимания к абертональному насыщению а к 17 чуть более собранный чуть плотнее чуть ударней чуть техничней и веса больше чувствуется вот на протяжении всего очага это светлое устройство которое играет широко это техничное устройство это устройство которое не будет вот прямо доставать все ужасы плохо записанных композиций но и сглаживать углы вот тоже не будет то есть будет показывать как она есть не акцентируя внимание на ну то есть на артефактах записи но и не покрывая их тоже вот достаточно неплохо здесь отыгран бас он такой собранный техничный есть у него височек вот все все как бы хорошо дальше тоже вот все все классно техничность собранность собранность ну и вот ну да но опять ну q3 играет лучше у него он атмосферней хотя это сухой светлый аппарат да то есть но есть вот какая-то особенно на низких какая-то вот такая вот как вот чуть больше воздуха и больше слоистости на низких частотах которые тебя вот в эту атмосферу и затягивают и окунают ну понятное дело ну пишу что там sonata bhd епз вот недавно были эти эти видео у меня на канале епз тп 20 про они чуть мелодичнее не насыщенней они так помощнее при по напористее вот играют это более более техничное устройство и в этом оно хорошо и ну и это вот такой как фирменный звук фио на разных чипах с разными моментами вот ну это фирменный звук фио их почерк их как бы стезя по которой они идут и ну я вот ничего для себя опять таки нового не взял и понимаю что btr 7 броли цапа по проводу да он там и стоит дороже но звучит лучше он светлее у него еще больше ну я на пиво q3 вот такого знаете вот это вот абертонального насыщения раньше не замечал вот когда в лоб сравнил с к 17 да то есть я понял что вот тут это все есть мне всегда казалось что здесь вот немного вот внимание к детальности абертонального насыщения вот сравнив же с к 17 я понял что нормально все нормально все с вниманием к этим к этим вещам но бтр это вообще вот как бы реализовано классно бтр 7 он знаете по какой-то философии да нет я не могу сказать что это вот прямо там м17 нет но но вот он как-то не то чтобы он по духу близок к нему вот он где-то вот как-то пытается повторить его очень очень внимательную очень такую вот эту подачу которая вот прямо не то чтоб все детали раскрывать а детали именно абертоновый как вот перелив происходит как вот звук рождается живет и у и затухает я не хочу сказать что он умирает он как феникс перерождается с новым касанием струны пальцев там или с новым ударом в барабан или с новым дуновением в духовые инструменты вот но ты чувствуешь его вот от рождения и до тризны и ты ну то есть аж вот туда вот 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 в этом плане сам близок из всех свистков которые у меня были и плееров даже вот бтр 7 вот как по философии он сам ближе туда вот к к этому самому к м17 вот почему мне вон и и нравится почему я когда себе темпотек ве шестой взял и как это сравнил у меня был выбор или плеер или братью этот самый бтр 8 и я расстроился потому что по звуку он не дотягивал и близко но все-таки это был плеер а с плеером жить удобней ладно это было так немножечко отступил в сторону в сторону бтр 7 все-таки люблю это устройство нравится но мне так вот к 17 ну не дотяги в роли свистка нет не дотягивает то есть он более собранный весомый техничный но не более он хорош он неплох но не более и если бы вот не все вот эти вот его новомодные примочки ну я бы тогда задался вопросом как так ну если в принципе к 3 с головой хватает сегодня как до к 5 не доберусь вот ну в принципе к 3 с головой хватало вот и зачем тогда бы нужен был к 17 да а нужен он ребята только из-за своего настольного режима ну во первых от ноутбука он играет ну от компа он играет хорошо очень хорошо уже сразу на две головы выше и ну гораздо четче гораздо внимательнее мелочи начинают проявляться звон вот гитар насыщение на на низких она не просто вот чувствуется как вот да вот там а вот чувствуется как она насыщается значит доступного режима при подключении от розетки это все ну устройство просто начинает петь она сразу просто в клочья разрывает q3 вот вот так сделаем знаете когда в шахматах то есть партию сдают уже как бы не видят смысла дальше тратить времени короля ложат вот как бы вот так то есть все в настольном режиме он начинает делать ветер единственное что ну с пауэрбанком я его не попробовал потому что ну нет у меня подходящего пауэрбанка тоже фило собирается выпустить люди говорят что фило собирается выпустить на самом деле тоже это энтузиасты придумали разработали такой же брусочек вот один в один как как вот этот ладно не не буду доставать или буду или не буду вот чтобы рядом вот так вот подсоединить и использовать его как вот с дополнительным блоком питания это кстати классная идея и люди скидывали филу что сделаете пожалуйста нам вот так на что филу однозначно не ответила ни да ни нет вот ну я так понимаю что внимание они это взяли просто на таких вот мини пауэрбанках конкретно к этому устройству можно накосить бабла я помню хидис когда-то под свой восьмидесятый плеер тоже такой вот под про версию по моему подставку цап выпускал ну чтобы как вот одевалась это все дело вот такое интересное решение выпустить плеера потом к нему выпустить дополнительный цап ну тут хотя бы проще момент тут аккумулятор можно я видел у басеуса аккумуляторы не на шнурке а вот тоже такие вставные можно ну он будет больше где-то где-то вот такой ну и можно пользоваться но опять таки если это будет маленький аккуратный брусочек да это будет по кайфу может дождемся я тогда уже а отдельное видео сниму и как он будет с этим аккумулятором себя чувствовать пока с этим ну да с дополнительным аккумулятором сильно пауэрбанком это не назовешь на данный момент ну пытаться присобачивать к нему вот такой вот повар в кармане чтобы слушать это вот портативно ну кому оно надо ну это это крепкий как бы ну понимаете ну ну вот взять такой пауэрбанки присобачить к этой штуке еще и присобачить это дело к смартфону а еще и повар с несколькими выходами чтобы смартфон еще подзаряжать в этот момент ну ну честно сейчас ну я об этом говорю я представляю понимаю что это выглядит дико и это все в кармане друг об друга отрется вот так вот вот про такое себе движение вот поэтому как бы с поваром я его и не слушал но от ноута с настольным режимом и в роли свистка вот эти вот все вещи я проверил и друзья самое понятное дело что классный вариант это настольный режим это выход четыре с половиной потому что на нем фразой как вуаль сняли тут не отделаешься чуть четко становится ясно выделено все везде понятно каждый звон струны каждый перелив инструмента вот вот просто великолепно звучит и это все подходит к я когда мне писали говорили что вот этот аппарат побьет твой m15s я такой то ну вы прикалываетесь действительно ну то есть вот и вот и тут же как бы настольный режим тоже отдельный отдельно сделано питание то есть в обход аккумулятора можно использовать мощнее все это становится да и я как бы ну ну вы шо но даже я когда начал сравнивать на наушниках на вот этих что представлены на столе я заблудился я заблудился в этом сравнении потому что какие-то наушники даже лучше звучали на к 17 например мера динамические хорошие у них шести шестиугольная камера акустическая эти наушники инженеры разрабатывали чтобы то есть как бы акустика передавалась это не не просто вставили динамика давайте вот вот такие сделаем корпуса и ставим туда динамик нет это разрабатывалась насколько я понимаю может даже не год а более ну вот там возьмем примерно этот отрезок времени вот и вот хорошо там низок он такой бархатный приятный объемный с хорошими в че яркими на этом фоне и вот я слушаю с m15s и мне как-то вот в сравнении с к 17 не хватает контроля я будут как ну серьезно то есть как-то мягче звучит как-то не такой плотный четкий низ а больше как-то как вот знаете чуть-чуть в пространстве расходится я такой гулятый я это еще почувствовал ну первыми я на фениксковах от селест слушал вот еще там почувствовал что вот чуть мягче звучит m15s думаю ну как-то и смотрю и мне вроде чуть собраннее на к 17 и мне вроде как больше больше нравится или потому что он мне в новинку знаете как как в диковинку и и я такой думаю ух ты ну неужели неужели все таки он реально ложит на лопатки м15s думает а не ну не может такого быть беру планары с планарами ситуация да другая тут как-то вот бедновато на к 17 там в сравнении с м15s более скажем так вот обертонально насыщен весь весь спектр АЧХ весь диапазон и ну а здесь так четко это и и как вы знаете как вот чуть-чуть бы звуку продолжения а он не идет его не не хватает вот и я понимаю да что тут вот м15 начинает обыгрывать но все равно у меня ну грубо говоря по фениксковам чуть как бы под настроение то вот классно что чуть более собране то чуть классно что вот более объемней более плавней как как-то вот более музыкальный образ пошел а ну планары вот вот ну вот так вот расставляли все это и я запутался я реально запутался думаю ну как так ну то есть местами кажется что к 17 обходит м15s вот представляете насколько близко это в настольном режиме я использовал два этих аппарата именно в настольном режиме причем этот зарядки 5 вольт один ампер а этот шестьдесят семь по моему да алина у тебя зарядка от фио от фио от от пока фона твоего да шесть шестьдесят семь вот вот и я понимаю ну то есть как бы что вообще рядом и близко ну то есть настолько и было я однозначный сделать не могу но отлично что у меня есть огромная семья да вот отлично что у меня ананда мана оказывается на этот момент оказывается она от зевсов с балансным выходом я послушал и с небалансного выхода на своем родном кабеле но с балансного это звучит конечно намного лучше вот и вот тут я понимаю тут я слушаю одно второе устройство я понимаю что m15s на голову выше проработка абертональная то вот как как я люблю когда струна когда слоистость когда ты вот чувствуешь как она вот звенит и вибрирует в пространстве в определенной точке и как это все движется то есть вот она в одной точке начинает начинается происходить и начинается вот это вот движение по пространству здесь более сдержанно здесь все классный точный звук все хорошо но вот вот этого этой слоистости этого внимания даже вот вниз вот здесь он и больше вот так расходится здесь он и остановился и чуть дальше не пошел и вот на именно я понимаю что все таки все таки m15s но на вот вот таких вот внутриканальных наушниках хороших действительно хороших внутриканальных наушниках у меня было не столь однозначное мнение и я понимаю людей которые там скажут татышу ну вот вот ну очень близко да но лучше значит просто надо взять наушники было получше и тогда поймешь кто 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 здесь кто здесь лучше играет вот ну давайте давайте подводить итог q3 ну если в качестве свистка в качестве портативного цапа будет понятное дело лучше и своя батарея и кнопка как бы которая тебе позволяет выключить питание от батареи физическая не как q11 и кабеля приходилось справляться то есть в этом случае да если в настольном режиме то все то есть к 17 получается на голову а то и две лучше по техничности по четкости по по проработке вот и вот это вот атмосфера в которой вроде выигрывал q3 у к 17 ну она как-то в легкий смаз в сравнении уже уходит и уже не такой это плотный бонус вот скажем так а точность конечно и проработка под выигрывает но не у м15s опять-таки с каких-то вот внутриканальных наушников среднего там 100 долларов ценового семента от 100 до 200 давайте так долларов вот иногда будут одни наушники играть лучше там другие лучше там и в основном это вот отсюда лучше заиграют динамки вот отсюда лучше заиграет почему не хватало какой-то вот объемности какого-то вот внимание кобертона поэтому тут будет все не столь однозначно ну взял хороший инструмент по-настоящему хороший инструмент в руки ты понимаешь все-таки что что здесь больше всего относительно звука больше подробностей больше внимания больше ну самого самого звука количественно больше вот поэтому вот такие вот мои впечатления я не старался вот прям вот в обзор и рассказать вам как будет звучать это устройство это сделали уже очень-очень-очень многие люди я попытался вам раскрыть сущность этого устройства сущность к 17 как знаете вот все черты его как можно сказать как личность его в относительном сравнении с его ближайшими ну не ближайшими конкурентом с его ближайшими членами семейства феовского вот чтобы вы поняли что примерно вас может ждать ну и на этом буду заканчивать и так очень много сказал очень много сравнил ну и выпустим нашего эксперта желтика чтобы проверить что же все-таки выберет он да друзья ну что друзья я все-таки решил дать выбор нашему специалисту иначе какой в этом будет интерес смотрите сразу сразу побежал к плееру ну да плеер плеер всегда лучше но и на наш свисток он тоже смотрит как как удар на кролика да малыш ну одно дело смотреть опа а другое дело заценить вроде бы как заценил ой 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 спрятался спрятался кто застеснялся кто застеснялся выходи ну ты ж не был такой стеснительный никогда молодец молодец хороший мальчик хороший мальчик жарко сейчас жарко ну я смотрю да сейчас сейчас будет бросок кобры по-любому будет бросок кобры или не будет усыпит же сейчас мою бдительность и я потом его куплю ну все 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 как бы вы видели да и и плеер хорош и свисток тоже он заценил но выбрал бы плеер ну такие же такие же выводы сделал и я свисток крутой реально ну то есть если нет возможности купить плеер то почему бы и нет но при этом придется с ним где-то помучаться где-то в чем-то повозиться но разница в цене я думаю она того как бы нивелирует вот эти вот вот эти вот моменты все друзья хочу пожелать вам всего самого доброго спасибо всем кто был со мной до конца и помните всегда главную вещь вокруг нас происходит то что мы взращиваем внутри себя пока пока не в